Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Формула права в прямом эфире. Мы сегодня сразу, скажу, обсуждаем тему финансовые пирамиды. И у меня в гостях сегодня Георгий Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции, кандидат юридических наук. И Вячеслав Леонтьев, адвокат, председатель Комитета по экономической безопасности Ассоциации менеджеров России. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Подписывайтесь на сайт, слушайте архивы всех программ, которые выходят на радиофином.фм. Итак, финансовые пирамиды обсуждаем сегодня. А я хочу на секунду отвлечься вообще от этой темы, Георгий, и к вам обратиться, потому что, насколько я знаю, 15 января будущего наступающего года, 2013-го, исполняется два года со дня создания Следственного комитета Российской Федерации. Уже же, наверное, подводите какие-то итоги предварительные, да, вот этих вот двух лет работы. Как это происходит у вас? Да, действительно, 15 января исполняется два года с момента создания Следственного комитета как независимого... В том виде, в котором он сейчас существует. Да, как независимого органа государственной власти, то есть невключенного в состав, в структуру какого-либо ведомства. Напомню, что председатель Следственного комитета назначается президентом Российской Федерации, подотчетен президенту. То есть это дает основание говорить о том, что следственная власть в настоящее время приобрела особый статус. Она является продолжением президентской власти. И хотел бы напомнить, что подобная модель, она исторически у нас, следствие возникало именно в подобной независимой модели, еще при Петре Первом. Российское следствие прошло очень непростой путь. Фактически, оно на определенном этапе после Петровской независимой модели, оно было включено в состав полиции. То есть полиция осуществляла... Оно все время было при различных ведомствах, вот с тех пор фактически. Да, в 1860 году оно перешло к модели судебного следствия. Потом снова административная модель жесткой централизации. И, наконец, вот на настоящем этапе мы вернулись к Петровской независимой модели организации предварительного следствия. Что это дает? Это дало, во-первых, возможность бороться с коррупцией высших эшелонных власти, да, невзирая... Независимость. Да, высших эшелонных власти, независимость, отстраненность от ведомственных, некоторых ведомственных интересов. И результаты не заставили себя ждать. Всем известны последние громкие уголовные дела о коррупционных преступлениях. Приятно слышать, честно скажу. Но давайте тогда обсудим все-таки вопрос с финансовыми пирамидами. Объясню почему. Вот вы, работая в Следственном комитете, насколько я знаю, этой темой плотно как раз занимаетесь. Вот в каком виде вы представляете себе эту проблему в России сейчас? Потому что я не стесняюсь этого слова «проблема». Мы прекрасно знаем, что ряд компаний, которые существовали в определенные кризисные времена нашей последней истории, и которые действительно оставили без финансовых средств огромное количество людей, и несмотря на то, что люди, организаторы зачастую понесли наказание за эти свои действия, но у людей от этого денег не прибавилось. Вот сейчас у нас, мне кажется, вторая волна начинается, этих финансовых пирамид. Как планируют с ними бороться? Ну, действительно, вы правильно заметили, что начинается вторая волна, и помимо пирамид, существующих на федеральном уровне, о которых всем известно, действуют и так называемые региональные пирамиды, пирамиды, действующие в рамках определенного региона, а также транснациональные пирамиды. В интернет, например. Масса примеров в интернет. Давайте, наверное, определимся для начала, что такое финансовая пирамида, чтобы понимать, о чем, о каком явлении идет речь. Финансовая пирамида мы определяем как юридическое лицо, либо неформальное объединение физических лиц, граждан, привлекающие на постоянной основе денежные средства населения путем обещания имущественной выгоды, при котором выплаты лицам, осуществившим взнос, осуществляются за счет денежных средств, привлеченных ранее таким же образом от других лиц. Можно сразу вопрос, Георгий? Вот сразу из этого определения у меня вопрос уже такой приземленный, скажу сразу откровенно, по поводу МММ, который заявляет о том, что он не обещает никаких имущественных выгод. То есть он у нас не будет, вся вот эта вот программа, и в том числе ее создатель, не будет подпадать под ситуацию и определение финансовых пирамид. Как получится? Если вы посмотрите на сайт МММ, то там как бы вскользь, но обещается 30% в месяц. То есть, да, я согласен, что не гарантируется, что не гарантируется эта выплата, но озвучивается конкретная цифра. Здесь вот что я хотел бы отметить. Я действительно читал много отзывов о том, будет ли подпадать МММ под нашу статью, либо не будет. Во-первых, аргументы сторонников позиции о том, что оно не будет подпадать, сводятся к следующим, двум основным позициям. Во-первых, денежные средства аккумулируются не в определенной организации, а на конкретных счетах отдельных лиц. Здесь я хотел бы вот что сказать, что объединение граждан, оно носит неформальный характер. Вот если у юридического лица, как определенной юридической фикции, есть свой счет лицевой в банке, то неформальное объединение граждан, естественно, такой счет иметь по определению не может. Только сами граждане личные счета могут иметь. И да, несмотря на то, что денежные средства оседают на счетах конкретных лиц, можно говорить о том, что совокупность этих денежных средств, оседающих на счетах конкретных лиц, есть и есть фонд финансовой пирамиды. Потому что это объединение как раз-таки основывается на определенном вот этом имущественном интересе. Это не какое-либо стихийное объединение, оно имеет определенную мотивацию. Теперь о мотивации. МММ декларирует себя как касса взаимопомощи. Ну, я хотел бы сказать... Как себя не назови, вот честно говоря. Я хотел бы напомнить о том, что взаимопомощь — это индивидуальный безвозмездный платеж, основанный на чувстве сострадания. То есть он не предполагает... Процентов в месяц. Не предполагает получение определенного имущественного удовлетворения при внесении взноса. В данном случае можно говорить о том, что это финансовая пирамида, она подпадает по действию статьи, а все то, что предпринято, названо кассой взаимопомощи, является то, что называется на языке следствия — сокрытие, инсценировка преступления под внешнеправомерный вид деятельности. Ну вот, честно говоря, субъективно поспорила бы насчет даже внешнеправомерного вида деятельности, потому что я понимаю прекрасно, что у нас организатор этой компании сразу говорит, что я вас обманываю, да, то есть тут уже сложно сказать, что имеется, например, наличие обмана, но я помню, что в 159-й статье это мошенничество, есть еще злоупотребление доверием. Вообще достаточно размытая такая, скажем так, формулировка, потому что каким образом объяснить, откуда это доверие возникает, и, к сожалению, как мне представляется, ряд граждан все-таки имеет определенное какое-то доверие к тому же Сергею Мавроди, да, если уж об этом говорить, и готовы в его какие-то новые проекты вкладываться, как бы мы их ни называли, финансовые пирамиды это или не финансовые. Вот в моем понимании все-таки то, что он делал, подпадало как минимум изначально, да, когда он анонсировал, еще не начал эту деятельность, подпадало под покушение на мошенничество, если уж так, потому что самая проблема заключается в чем? Финансовая пирамида, вот хорошо, если имеется запретка, и во многих странах имеется просто запрет, и самый главный признак, если я правильно понимаю, это определенная схема, которая заключается не в том, что вкладываются полученные, привлеченные денежные средства в какие-то проекты, ведь может быть и бизнес-просчет в какой-то ситуации. Да, предпринимательскую деятельность. Предпринимательскую, инвестиционную, да, какую-то. А формально происходит только следующее, за счет последующих инвестиций гасятся платежи по предыдущим, людям, которые раньше вложили денежные средства. Вот самое главное ее, как бы, внутреннее устройство и признак, на мой взгляд. Но, тем не менее, даже без этого, вот даже без запрета, получается, что у нас человек может сначала открыть финансовую пирамиду, начать получать деньги, уже появятся потерпевшие, и тогда мы можем сказать, да, это было преступление. Постфактум, да, без запрета финансовая пирамида как таковой, вот в виде некого объединения, формального, неформального, юридического или нет, но вот с этим признаком схемности, без отсутствия какого-либо бизнеса самого по себе. Очень правильная постановка вопроса. В мире вообще сложилось две модели финансовых пирамид. Первая модель, классическая модель, как раз финансовые пирамиды, все первые создавались именно по классической модели. Это когда от потенциальных вкладчиков, то есть лиц, желающих осуществить взнос в фонд финансовой пирамиды, скрывается, да, истинное происхождение дохода, да, который им будет выплачиваться. Он, как правило, инсценируется под внешне законную предпринимательскую деятельность. Георгий, перебью на секунду вас, как обычно у нас это происходит. Мы сейчас обязательно выслушаем новости и напомню слушателям, финансовые пирамиды обсуждаем, продолжим после новостей. Мы продолжаем обсуждать тему финансовой пирамиды. Напомню, телефон прямого эфира 65 10 99 6, код Москвы 495. Также можно написать ваш вопрос, отзыв, мнение на сайте финам.фм. Напомню, что у меня в студии Георгий Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции, кандидат юридических наук, и Вячеслав Леонтьев, адвокат и председатель комитета по экономической безопасности Ассоциации менеджеров России. И мы вот до новостного блока обсуждали, что есть два основных таких вида финансовых пирамид. Один из них вы уже озвучили, Георгий. Это классическая, как я понимаю, пирамида, при которой не озвучивается, по сути, что это пирамиды, и не говорится о том, откуда берутся деньги на дальнейшие выплаты. То есть люди схемы не знают, они просто вкладывают в некую как бы инвестиционную компанию деньги, желая получить большой процент. А вот второй вид кратенько, это какой у нас, наверное, что-то ближе к сегодняшнему дню, да? Да, второй вид, это как раз-таки модель, которая была изобретена в целях избежания уголовной ответственности за мошенничество. Это когда потенциальным вкладчикам действительно сообщается о том, что денежные взносы будут производиться за счет следующих инвесторов, о том, что на определенном этапе финансовая пирамида может рухнуть. Однако для того, чтобы мотивировать потенциальных вкладчиков, этой деятельности придается некая идеологическая основа. Это может быть религиозная основа, это может быть такая нравственная основа, как у МММ. И, соответственно, эти организации так и называются. Касса взаимопомощи, деловой клуб, фонд верующих и так далее. То есть все равно какая-то внешняя оболочка придается, чтобы людям было интересно как-то вложиться туда в надежды, что они успеют проскочить, пока она не упадет, да? Ну, действительно, смысл этих объединений как раз и заключается в привлечении денежных средств и мотивировании потенциальных вкладчиков имущественной выгодой. Вот убрать эту составляющую, этот элемент, и вся пирамида рухнет. Вот я не думаю, чтобы кто-то вложился в эту кассу взаимопомощи МММ-2012 при отсутствии условия о том, что ему эти деньги будут возвращены, причем с процентами. У нас есть звонок в студии. Добрый день. Алло. Добрый день. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Хотел бы заметить, что, на мой взгляд, граница проходит немножко в другом месте, а именно, что когда... Первый случай, это когда организаторы финансового института некоторого просто исчезают с деньгами, и неважно под каким предлогом они эти деньги привлекали. Ну, это статья уголовного кодекса, которая не обязательно к финансовым пирамидам относится. Да, собственно, второй вариант, что, ну, скажем, люди должны просто знать о том, что любая финансовая организация, она, чем пирамида по сути отличается от любого там хедж-фонда, например, или там человек, покупающий облигации. Ему по этим облигациям могут купоны выплатить, а могут обанкротиться. То есть любые финансовые обязательства, они по природе своей, такие вещи, такая эфемерная. Не, ну, Сергей, я извиняюсь, что перебила вас, но вот у меня сразу такое возражение. Когда человек вкладывает некий инвестиционный фонд, если это, грубо говоря, некая организация, созданная изначально с мыслью о том, схватить деньги и сбежать, да, могут быть действительно просчеты бизнеса. Но, тем не менее, там люди чем-то занимаются, да, и, если уж так аккуратно говорить, есть шанс того, что человек получит вот эту самую имущественную выгоду законным путем. Есть шанс, потому что это компания, которая не создана заранее с известным результатом. А финансовая пирамида, она отличается тем, что она заранее создана с известным результатом. Там другого результата быть физически не может. Вот в чем дело. Ну, и что, на рынке недвижимость тоже существует с известным результатом. При этом никто же не говорит о том, что покупатель инвестиционной квартиры, например, это уголовное преступление. Хотя итог любого роста, скажем, недвижимости любого другого актива основан не на чем, а просто на стеклятивном спросе. Итог его всегда будет один и тот же. И вот чем принципиально, скажем, криминал, пирамида отличается от криминала лотереи. Только в лотереи там заложен фактор случайности, а в пирамиде фактор времени играет доминирующую роль. Кто первый, так сказать, играл тот, кто последний в подножки соскочил перед тем, как трамвай провалился в тропы. Ну, в целом, да. Сергей, спасибо за ваше мнение. Спасибо большое, что позвонили. Георгий, как прокомментируете? Вот Сергей правильно уловил экономическую суть финансовой пирамиды. Действительно, принципы, экономические принципы финансовой пирамиды имеют много общих черт, много сходства с легитимными финансовыми институтами. Банками, лотерейным бизнесом, страховым бизнесом. Но именно для того, чтобы эти финансовые институты не превратились в финансовую пирамиду, государство очень жестко регулирует их деятельность. Если взять банки, начиная от минимального размера уставного фонда, допуск на рынок, скажем так, кредитных учреждений. Лицензирование и заканчивая обязательным страхованием вкладов населения, да. И всем известна жизнеспособность швейцарских банков, да. Они существуют веками. Объективная же закономерность финансовых пирамид заключается именно в том, что на определенном этапе они в любом случае терпят крах, прекращают свое существование. Ну вот мы получаем такую ситуацию, при которой, если есть банк, допустим, да, или иное некое кредитное учреждение, ну, банк, раз уж мы заговорили о них, есть у нас надзирающий орган, допустим, тот же самый центральный банк, который может и предписаниями своими, регулятор, да, как регулятор, собственно. И, во-первых, какие-то общие обязательные издавать требования, а, с другой стороны, проверять соблюдение положений, нормативов, резервов. Если организации там в СВ входит в агентство по страхованию, ну, точнее, в систему страхования вкладов, там есть еще определенные какие-то дополнительные требования, то есть за ними, грубо говоря, неким образом следят. Да, это обеспечивается именно государством. То есть вот эти вклады, взносы, не имеет значения, как они называются, обеспечиваются принудительной силой государства. Но если, вот смотрите, если банкротится банк, да, такие ситуации тоже бывают. И сейчас вот конкретно находятся в банкротстве там несколько банков, грубо говоря, в стадии в этой. Но, тем не менее, если банкротится банк, во-первых, это редкая все-таки на данный момент, вроде, насколько я надеюсь, у нас ситуация, потому что нет такого повального падежа банков, как было еще в определенном году. Но, тем не менее, это все-таки достаточно редкая ситуация. Да, от чего она зависит? Это уже какие-то просчеты в бизнесе, не просчеты в бизнесе. Ну, что-то такое вот более эксклюзивное. Но банк не даст 30% в месяц. А финансовая пирамида — это организация, при деятельности которой 100% появятся потерпевшие. Вот скажем так. Они точно будут. Тут не нужно ходить, как говорят, к бабке не ходи. Будет обязательно... Семь-пядей в албу. Семь-пядей в албу. Тут обязательно будут потерпевшие. Люди на русской авось думают, а вдруг я буду первой, вдруг я успею как раз соскочить, да, как вы говорите, в последний вагон. Но, тем не менее, кто-то успел, кто-то не успел. Есть люди, которые теряют деньги. При этом все равно же они идут и несут их туда. Ну, действительно, особенность национального правосознания как раз и заключается в том, что наше население очень доверчивое. Во многих странах, кстати говоря, вот вторая модель именно, она напрямую запрещена гражданским законодательством. Из-за нарушения этих запретов действует уже уголовная статья. Причем в ряде стран, где фондовый рынок, где кризис фондового рынка может повлечь за собой в целом, кризис экономики, да, подобного рода преступления относятся к тяжким преступлениям. И к уголовной ответственности привлекаются не только руководители и организаторы финансовых пирамид, как в нашем законе, но и лица, в целом пропагандирующие, да, социальную, социальную, положительную социальную ценность финансовых пирамид. Во-первых. А во-вторых, привлекаются к уголовной ответственности не только за привлечение денежных средств физических лиц, но и за привлечение денежных средств юридических лиц. — Но здесь еще какая ситуация? Вот мы заговорили про банки и иные кредитные учреждения, да, ведь существует масса инвестиционных инструментов. Я думаю, что постоянные слушатели нашего радио хорошо о них, может быть, осведомлены, потому что постоянно это обсуждается. Но тем не менее, как только мы говорим о финансовой пирамиде, как только мы говорим о том, чем закончилось ее существование, тут вариант однозначный совершенно, мы понимаем, что не у профессиональных людей, которые связаны с инвестиционными инструментами, а у людей обычных, скажем так, у которых другие профессии, другие знания, у них просто теряется, по большому счету, доверие к любому финансовому инструменту. И к банкам тоже, тем же самым банкам, которые, по большому счету, живут за счет того, что к ним вклады осуществляются, или счета у них открываются, операции какие-то, расчетно-кассовые производятся. Это их заработок определенный, это их услуга и заработок с этой услуги. Если к ним никто не пойдет и не принесет свои деньги во вклад или еще куда-то, то банк тоже не сможет существовать фактически. Но благодаря, в кавычках, финансовым пирамидам, получается, что ущерб наносится не только прямую тем людям, которые пострадали в результате, пострадали из-за того, что финансовая пирамида закончилась крахом, а ущерб наносится интересам в большой степени государства, его устройства, потому что действительно утрачивается доверие ко всем финансовым инструментам. Сейчас выслушаем новости, вернемся, будем обсуждать в программе «Дальше финансовая пирамида». Мы продолжаем обсуждать тему финансовой пирамиды. Напомню, у меня в студии Георгий Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции, кандидат юридических наук, и Вячеслав Леонтьев, адвокат, председатель комитета по экономической безопасности Ассоциации менеджеров России. Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Можно также ваш отзыв, комментарий, вопрос написать на сайте финам.фм. И вот до новостей мы говорили о некой социальной составляющей финансовой пирамиды, точнее того негатива, который они, по сути, могут принести. Ну, в общем, с одной стороны, очевидные вещи, а с другой стороны, вот мы говорим об этом, мы говорим о том, что все равно осведомлены, не осведомлены. Сложно, в общем, на эту тему мне, по крайней мере, судить, но люди все равно несут деньги в эти финансовые пирамиды. То есть очевидно, что действительно государство, как это и происходит во многих странах, просто обязано своей регуляторской, скажем, да, и законодательной функции запретить такого рода организации. Вот как прокомментируете, уважаемые гости, такой момент? Не слышно было. Не слышно? Сейчас слышно? Да, сейчас должно быть хорошо слышно. Общественная опасность финансовых пирамид как раз и заключается в том, что денежные средства направляются не в банки, не в ценные бумаги, иные легитимные финансовые инструменты, а посредованно именно в экономику страны. А потом, когда все рухнуло, просто никуда не направляется уже. А просто узкому кругу лиц, которые фактически их потом присваивают, эти денежные средства. В итоге, во-первых, страдает доверие населения и к другим финансовым инструментам. Я хочу напомнить, что недавно завершилось расследование уголовного дела о финансовой пирамиде «Город», которая была ориентирована именно на пенсионеров, как наименее понимающие правовую и экономическую суть инвестиций, производимых инвестиций, они действительно думали, что вкладывают в некий легитимный финансовый институт, который обеспечен принудительной силой государства. Фактически же они передавали деньги финансовой пирамиде. И второй момент, это зачастую крах финансовых пирамид влечет за собой именно социальную напряженность. Во многих странах даже обманутые вкладчики даже штурмовали здание правительства. Ну, логично предположить, что правительство определенную вину имеет, раз это организация действовала. Да, а потом я еще хотел бы добавить, что осознание общественной опасности этого явления пришло и на территории стран постсоветского пространства. В настоящее время в Украине, Казахстане, Белоруссии уже разработаны эти проекты законов и внесены в парламенты соответствующих государств. И как раз-таки отставание России, непринятие в настоящее время этого закона может повлечь за собой то, что сфера деятельности этих преступных организаций перейдет именно в Российскую Федерацию. А масштаб этого явления, да, как я уже говорил, когда оно масштабно, то получается, что именно вот домохозяйство, да, вот так называемая экономическая категория, оно будет направлять свои денежные средства уже не в банки, а посредованно в экономику страны, а мотивированное большими процентами будет направлять именно вот в эти преступные организации. Вячеслав, вот я знаю, что у вас по законопроекту свое мнение. Да, у меня есть мнение, на мой взгляд, данный законопроект, он очень адресный, направлен против одного человека, о котором мы уже упоминали, это Мавроди. То есть, насколько я знаю, только этот человек набрался наглости и заявляет открыто, я вас обманул, приносите мне деньги. То, что касается... Но вы считаете, что под предлагаемые поправки не подойдет человек, который скажет, я вас не обманул, приносите мне деньги? А здесь тогда состав мошенничества. Единственное отличие... Надо же тогда закрыть все, по сути, возможности. И мошенничество все-таки, я извиняюсь, перебила, но просто это такой... Все правильно. Горячий вопрос. Что сейчас предлагает законодатель? Один признак злоупотребления обманом, скажем так, изъять, и, по сути, это то же самое мошенничество. У нас совсем недавно реформировали эту статью, ну, как бы реформировали, под статьи приняли. Можно предложить законодателю еще одну под статью в мошенничество и указать, что вот такая деятельность, направленная на привлечение денег... Признается мошенничеством. Признается мошенничеством, да. То есть мы придумаем новые-новые конструкции. Это, в целом, это хорошо, это правильно. Но я знаю, что очень легко будет, по сути, избежать, устроить цепочку юридических лиц, друг у друга покупая ценные бумаги, и каждая компания будет говорить, нет, я инвестирую в ценные бумаги, я тоже инвестирую в ценные бумаги. И самая последняя компания в цепочке будет эти деньги присваивать. И надо будет следственным органам доказывать, что первая компания, которая, по сути, и привлекает деньги, находится в сговоре со всей цепочкой, в том числе с последней компанией, которая похитила эти деньги, и заранее планировала эти деньги присвоить. Дело в том, что тут можно сравнить, может быть, грубая аналогия, но с ремнем безопасности у водителей. Государство штрафует за непристегивание ремнем, но есть люди, которые говорят, слушайте, это моя жизнь, вот я сам рискую своей жизнью, я же погибну. Почему государство мне диктует, пристегиваться или не пристегиваться? Если мы говорим, что прыгать с моста опасно, ты разобьешься, то не надо вводить уголовную ответственность за того товарища, который говорит, да нет, прыгай, слушай, там мешок денег внизу, прыгай, прыгай. Ну, человек здравый, он же видит мост, видит высоту, он скажет, что нет, я прыгну, потому что мне вот Иванов пообещал там кучу денег. Вот сейчас Вячеслав, как раз Георгий только что говорил про компанию, которая направлена была на пенсионеров, да, и здесь определенная сложность есть. Мы с вами рассуждаем как люди, тем более юристы, да, вот мы сейчас сидим в студии, мы все юристы, мы понимаем прекрасно и слушая любую рекламу, а у пирамид она очень часто бывает достаточно агрессивная и массированная, да, слушая эту рекламу, мы видим уже какие-то свои элементы и понимаем, что мы лично, не говоря сейчас о том, о профессии, о чем-то, но мы лично свои деньги туда не понесем. Или, господи, даже если кто-то понесет, но тем не менее человек точно знает там степень своего риска или точно понимает вообще, что происходит. А когда речь идет о людях, которые не обладают такими знаниями, да, и которые, вот сейчас заговорили о пенсионерах, да, есть разные социальные категории, достаточно сложные, да, и в принципе не каждый человек обязан быть юристом в своей жизни. Ну да, там религиозная подоплека может подать. Конечно, то есть есть какой-то мотивированный толчок у людей, да, вот к тому, чтобы они несли в эту финансовую пирамиду, не осознавая, что финансовая пирамиды. Вы один вопрос подняли, Вячеслав, который вот у меня всю программу, вот мы с момента начала, она меня с того момента, когда Георгий определение дал о финансовой пирамиде. Я понимаю, что достаточно сложно, самое сложное, даже не внешняя форма, кто и как привлекает деньги и почему, что-то обещает, не обещает, какая подоплека и мотивация к этому дается, а на самом деле внутреннее содержание, потому что самое главное будет доказать и построить определение этой финансовой пирамиды таким образом, чтобы возможно было доказать и сложнее было, соответственно, уйти от этого. Вот эту ту самую составляющую внутреннюю, когда, по сути, вся идея финансовой пирамиды складывается в то, что не ведется инвестиционная деятельность, и она почему-то прогорела из-за того, что там какие-то были, ну, не те инструменты использованы из-за того, что люди, может, плохо обучены были, или уж не знаю, что, но, тем не менее, не сама инвестиционная деятельность и не прикрытие этой инвестиционной деятельности, о чем вы говорили, да, это цепочка организаций, которые друг у друга какие-то векселя покупают, ну, как такой самый простой вариант, а действительно, когда будет возможно доказать и понять вот эту суть составляющей финансовой пирамиды, когда за те деньги, которые следующие люди приносятся, гасятся обещания и взносы процента предыдущих. Совершенно верно. Может быть, имеет смысл подумать над изменением схемы привлечения денег. Очень известная проблема старая, это с строительством на квартирные дома. Сегодня слушатель поднимал, кстати, эту тему. Да, когда векселя, когда там еще какие-то схемы серые и так далее, приняли закон о долевом части строительства. Соответственно, есть порядок привлечения имущества в залоги, все прозрачно. Это все гораздо проще. Давайте уголовную ответственность введем тем людям, которые несут деньги. Вот если ты несешь деньги вне кредитной организации, и не в банк. Все-таки применительно к строительству речь идет о конкретной форме ведения предпринимательской деятельности. А в данном случае-то предпринимательская и вообще какая-либо экономическая деятельность отсутствует. Ну, правильно, но речь идет о привлечении денег. Нет, деньги привлекаются, идет реклама. Соответственно, мы можем говорить о том, что привлечение денег осуществляется вот по такой-то форме, подпадает под регулирование ЦБ. И ЦБ для подобных организаций, которые на рынке, те же там хедж-фонды и так далее, инвест-фонды, они будут создавать резервы, отчитываться перед ЦБ, показывать резервы, показывать ликвидность ценных бумаг, в которые они вкладываются, ввести определенный порядок рисков. Но это все утопия. Кстати говоря, ФСФР, регуляторы, они очень строго следят даже сейчас при отсутствии ответственности за организациями, имеющими признаки финансовой пирамиды. Если вы зайдете на сайт ФСФР, то там огромный перечень организаций, которые они подозревают в деятельности, основанной на принципах финансовых пирамид. Аналогичные критерии существуют и у других регуляторов, в том числе у Центрального банка. Совершенно верно. На сегодня есть масса компаний, которые имитируют свое деятельность, говорят, мы покупаем самые ликвидные акции на рынке, а у них доходность такая, вот смотрите, вот прошлый год, вот позапрошлый год, набирают деньги, потом говорят, слушайте, ценные бумаги вот обесценились, сдулись, и масса таких случаев. Совсем недавно было в Сити, там, громко уголовное дело, обыски проходили и так далее, подобные компании. Соответственно, мы просто говорим о том, что мы хотим запретить то, что на сегодня запрещено. Почему запрещено? Почему тогда у нас Сергей Мавроди до сих пор не находится по рецидиву в соответствующих местах, вот откровенно говоря. Он сам-то не имеет отношения к деньгам. Нет, у нас к полицирующим признакам... Да, у нас к полицирующим признакам является присвоение. Вот на сегодня мошенничество, это хищение путем, не могут доказать, что он похитил, что это перешло в его собственность. Ну, пусть это будет покушением, так уж и будет нахищение. Знаете, мы сейчас дойдем просто до каких-то таких уже сугубо юридических деталей, но тем не менее факт остается фактом. У нас эта организация действует и новые всякие формы придумывает, планы имеет, понимается, в той или иной форме, и она действует сейчас. Вот вы говорите, Вячеслав, что запрещено это, но вот я не вижу, чтобы это было запрещено. Я, честно, если отвлечься от того, что я адвокат, юрист, если просто встать на позицию, что я просто человек и такой же гражданин, вот по мне бы в данной ситуации, это субъективное мнение, поэтому могу его озвучить, соответственно, в рамках эфира, но мне было бы проще и приятнее как человеку и просто жителю этой страны, если бы сначала было бы возбуждено уголовное дело, задержаны, соответственно, лица, которые сейчас собирают опять с этих людей деньги, я туда не могу сказать, что не носила их, ну, вот душа болит, да, а потом бы выяснял состав преступления, есть там состав, нет состава и так далее. У нас таких ситуаций, ну, извините, все-таки достаточно много, когда сначала человеку применяют меры пресечения, потом выясняют, что, к примеру, не было состава. Но у нас сейчас фактически дается работать. Кстати, такая ситуация была в странах СНГ, в Белоруссии, возбудили уголовное дело, задержали, потом выяснилось, что, по сути, их деятельность не подпадает под мошенничество. Сразу разработали проект закона, внесли его в парламент Белоруссии. Аналогичная ситуация была в Казахстане, возбудили дело. И на Украине такая же ситуация была. Ну, вот я говорю, что мне, еще раз, я понимаю, не юридически, я сейчас говорю, да, вот не юридически, потому что юридически, конечно, если есть признаки состава преступления, надо возбуждать два уголовного дела. Вот на самом деле два уголовно-правовых признака, по которым можно говорить о обмане злоупотреблении доверием. Во-первых, если от потенциальных вкладчиков скрывается или инсценируется тот факт, что денежные средства им будут выплачиваться за счет денежных средств, полученных от других лиц. И второй факт – это то, что на определенном этапе финансовая пирамида по объективным причинам может потерпеть крах. Вот эти два фактора, два критерия, да, разграничивают как раз в настоящее время уголовно-наказуемое деяние за мошенничество, да, и, по сути, деяние, которое не то, что не разрешено, не запрещено, а, как известно, в гражданских правоотношениях действует разрешительный метод правового регулирования, то есть разрешено все, что не запрещено законом. Ну вот, вы знаете, у меня возникает такая аналогия, она возникла более жестко и имеет место в других странах, неоднократно читала, я думаю, что и у нас, наверное, можно найти. Не буду говорить, хоть у нас 16 плюс программа, но это уже сильно. Но я такой вот смягченный пример. Я сейчас встану на улице, возьму, я не знаю, дубинку бейсбольную или что-то еще там, и скажу, подходите ко мне и принесу вам телесные повреждения. Сейчас выслушаем новости и, собственно говоря, продолжим тему финансовой пирамиды. Итак, мы продолжаем тему финансовой пирамиды. Напомню, телефон прямого эфира 65 10 99 6, код Москва 495. Также можете написать на сайт Финам.фм. У меня в гостях Георгий Смирнов, старший инспектор Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции, кандидат юридических наук. И Вячеслав Леонтьев, адвокат, председатель комитета по экономической безопасности Ассоциации менеджеров России. А говорили мы о следующем, что фактически есть изменения, нет изменений у нас в настоящий момент закон. Для кого этот законопроект написан? Вячеслав считает, что фактически для одной ныне действующей, назовем это компанией, хотя юридически неправильно. Но, тем не менее, сам факт. У нас, возможно, теоретически отсутствуют те условия, необходимые, которые необходимы для возбуждения уголовного дела или принятия решения о мере пресечения в отношении лиц, которые причастны к этой финансовой пирамиде. Но, тем не менее, если, вот как я говорила, я встану на улице, возьму, не знаю, палку, скажу, подойдите ко мне, я вам телесные повреждения буду причинять. Человек подошел, я причинила, при этом я все равно буду нести ответственность. И не важно, что он был на это согласен. Да, Георгий другой хороший пример привел по поводу эвтаназии. Да, собственно говоря, когда человек по ряду причин, ну, хочет умереть в связи, там, допустим, с состоянием здоровья, и другой ему вот дает такую возможность. Но, тем не менее, опять же, возвращаясь к финансовым пирамидам, если у нас говорится о том, приходите ко мне, давайте мне деньги, я, может быть, вам отдам, а, может быть, не отдам, да? Есть же люди, которые приносят эти деньги, и есть люди, которые доверяют. Мне кажется, что понятие доверия, а у нас в мошенничество входит два вот этих составляющих, обман, злоупотребление доверием. Вот доверие, оно все-таки шире, это понятие человеческое, жизненное, бытовое понятие, которое у нас есть при этом в уголовном кодексе, да, то есть уже в закон оно перекочевало. Но это широкое понятие, это понятие, по сути, такое, которое, мне кажется, какой-то классификации, установлению экспертным даже, может быть, заключением достаточно проблематично, потому что в любом случае, на мой взгляд, у организации, если уж мы говорим об МММ, существует злоупотребление доверием людей. Да, и я думаю, что только благодаря доверию они несут эти деньги. Ну, это мое субъективное уже мнение, я не предлагаю его там поддержать или оспорить, но только благодаря определенному доверию, потому что без него никто бы не понес деньги человеку, который только что вышел из тюрьмы, будучи осужденным за мошенничество, насколько я помню, опять же, за такую же структуру аналогичную, с таким же названием вдобавок. То есть вот как вот здесь быть? Ну, доверие было бы, вот сами посудите, вы человека не видите в лицо, вы вкладываете в это… Почему? По телевизору вижу. Улыбается. Ну, вы имеете дело с десятником, сотником и так далее. Вы вкладываете эти денежные средства, да? Это, во-первых, здесь уже априори нельзя говорить о том, что он каким-то образом вам втирается в доверие. Ну, потому что доверие не к нему возникает, он просто инструмент. Если вместо десятника, сотника поставили бы автомат, который принимал бы деньги, было бы то же самое. А во-вторых, и самое главное, то, что никто вам в этом случае не гарантирует получение имущественной выгоды. Они говорят, да, возможно, вы получите, если окажетесь в числе первых вкладчиков, но знайте, что эта финансовая пирамида на определенном этапе, она рухнет. Ну, вот смотрите, вы сказали, что ФСФР определенную деятельность ведет и отслеживает организацию, которая, по ее мнению, обладает признаками финансовой пирамиды. На мой взгляд, во-первых, это сама по себе важная вещь, которую нужно в эфире сказать, потому что наши слушатели должны знать, что на сайте ФСФР можно посмотреть такую информацию, по крайней мере, узнать на данном этапе мы назовем это мнением, но тем не менее компетентной организацией государственной, которая вот такое мнение выражает и опубликовывает. Я правильно понимаю, что на их сайте мы эту информацию можем посмотреть? Да, кстати говоря, ФСФР, я бы отдал должное, очень грамотно осуществляет регулирование рынка. Вот в настоящее время для чего она опубликовала этот список? Больше для того, чтобы не физические лица, а именно юридические лица, работая на рынке капитала, не попали в сети этих компаний. Вот если взять зарубежный опыт, есть страны, где кризис ликвидности на фондовом рынке объективно влечет за собой экономический кризис, а экономический кризис этой страны повлечет за собой мировой экономический кризис. Вот в этих странах, как я уже сказал, уголовно данные преступления рассматриваются как тяжкие. А вот скажите, пожалуйста, если можете сейчас вспомнить и сообщить нам, каким образом определения финансовой пирамиды в других странах, может быть, такого рода даются? Вот интересный вопрос тоже. Мы изучали законодательство многих стран, и, кстати говоря, во многих странах прямо это явление прямо и называется пирамидой. И не требует дополнительного определения. Я могу привести пример Соединенных Штатах Америки. Во многих штатах существует даже так называемый отдельный закон. Вот, например, так и называется пирамид-схем-акт, акт о пирамидальных схемах. В ряде стран это явление рассматривается как нарушение прав потребителя. В других странах это рассматривается как незаконная игра. Например, в Австрии статья звучит «Организация игр по цепочке». В Германии это называется принцип снежного кома. То есть, образно говоря, отражая то явление, что он постепенно увеличивается, затягивая все большее количество физических или юридических лиц. Но во всех странах с развитой рыночной экономикой... Такой закон в той или иной форме существует, запрет. Давайте выслушим. У нас звонок есть. Александр хочет нам вопрос задать, не знаю, или комментарий. Александр, слушаем вас. Комментарий. Вы затронули вопрос доверия. Поэтому доверие, скажем, к рекламе или к заявлению людей, которые всю схему организуют. Тут важный момент, что для людей, наверное, самое важное, как на пачке сигарет, написать на всей рекламе, в том числе и на той, которая у вас вечером идет про финансовые рынки, вы разговариваете. Что все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Что есть коммерческие банки, в которых вам государство своим, скажем, авторитетом что-то гарантирует. Там, страхованием складов или чем-то. А вот все, что связано с финансовыми вложениями, что любая схема, хедж-фонд или инвестиционный фонд, или венчурная компания, все, что в любом случае, все, что вы туда вложите, оно может обернуться кучей бумажек, которые ничего не стоят. Ну вот смотрите, Александр, на самом деле идея-то хорошая, но с другой стороны мы поставим на одну площадку и тех, кто заранее финансовую пирамиду организовывает, и тех людей, которые силами, трудом, знаниями своими добывают проценты, грубо говоря, на деньги и заработок себе и своим инвесторам, по сути. Мне кажется, это было бы изначально несправедливо. Люди, которые ведут реальную инвестиционную деятельность и финансовые пирамиды, которые изначально построены на то, чтобы они не вели реальной. Может, там есть какая-то видимость путем каких-то векселей или акций надутых компаний, но реальной инвестиционной деятельности нет. Мне кажется, что вот уже у нас программа к концу подходит, но тем не менее именно реальность основной признак. Вы напираете на слово реальное, вот торговля на Форексе – это реальная деятельность? А вы реальные деньги платите за реальные вещи. Ну, обязательства. То, чем торгуют пирамидальные схемы, можно назвать облигациями. От этого она все равно станет более реальной. Нет, но здесь заключается дело не в том, Александр, как мы назвали способ внесения денег. Важно просто, что эти деньги вносятся. А в том, что внутри себя представляет эта компания. Если у нас финансовая пирамида некая, к примеру, будет торговать своими акциями и сможет это сделать на каких-то крупных биржах, я думаю, что она уже не будет к этому моменту финансовой пирамидой. Ну, хорошо, любой формы ценных бумаг, понимаете? Мы можем назвать, если мы говорим о том, что это все же пирамида, мы можем назвать это облигацией, мы можем назвать это чеком, мы можем назвать это, я не знаю чем, мне просто сейчас в голову не приходит, можем просто кассовый чек выдавать, если вдруг захотим. Но совершенно, это просто форма привлечения, а важно, что внутри находится. Если человек торгует на Форексе, я, в общем, честно скажу, что я юрист, я не специалист, наверное, в каких-то инвестиционных моментах, но на мой взгляд, что если человек или компания осуществляет торговлю на Форексе, да, у них в определенной степени риск существует, но эта деятельность реальная. А если у нас компания единственная, чем занимается, или может она занимается двумя вещами, это привлекает деньги за счет предыдущих денег, последующих денег выдает предыдущим людям платежи, и, может быть, она фикцию создает того, что она где-то там куда-то их вкладывает. Фикция, это еще понятно, что это нужно доказывать, это нужно устанавливать. Вы, в конечном счете, в деятельности любого хедж-фонда, если вы залезете, вы никогда в жизни не разберете, где там фикция, где там реальные деньги, и в итоге может оказаться, что в конце концов все остались без денег, только вот это будет реальный вариант. Хедж-фонды, они предусмотрены законом, они лицензируются и осуществляется жесткое регулирование этого вида деятельности, потому хедж-фонд никогда не превратится в финансовую пирамиду. Александр, ну, поняли вашу позицию, у нас просто не очень много времени, спасибо огромное за звонок. Смотрите, а вот еще у меня такой вопрос, причем именно вопрос, может быть, вы сможете, а может, и не знаете, потому что он немножко, наверное, не столько из самих финансовых пирамид. Вот мы заговорили сегодня про ФСФР и про информацию, которую они выкладывают у себя на сайте, а мне интересно, а был ли, может быть, знаете, может, нет еще раз, был ли хоть один судебный, например, процесс, или внесудебный процесс, при котором организация, включенная в этот список, ФСФР, который, по мнению ФСФР, имеет признаки финансовой пирамиды, сказал, вы что, вы нам, это же очень сильно может испортить эту репутацию организации, особенно инвестиционную, это вот то, что сейчас, кстати, частично Александр затронул, да, при этом ФСФР говорит, а вот тут признаки пирамиды, Александр сказал, что при желании можно где угодно, что любые признаки найти, да, если я правильно поняла, вот был ли какой-то прецедент такой, известен или нет? Было много случаев решения лицензии на право участия в фондовой, деятельности на рынке ценных бумаг, да, деятельности на рынке ценных бумаг. Именно из-за того, что в деятельности прослеживались признаки финансовых пирамид? А это когда-то обжалось, мне интересно даже, у нас на самом деле минута осталась, прям совсем мало времени. Анастасия, у нас абсолютно отсутствует понятие, как деловая репутация, Гудвилл, да, так называемая, она возникает только в случае продажи компаний, то есть реальная стоимость активов и вот эта добавочная стоимость до цены продажи, это и есть цена и репутация. У нас этого нет вообще. Все компании, которые находятся в больших бизнес-центрах, налоговые службы включены в компании, имеющие признаки однодневки, так как адрес массовой регистрации, например. То есть смешно, но это так. Но ни одна компания... У нас один из признаков, как сейчас помню, еще просто сама пси-форма, общество с ограниченной ответственностью, уже один признак. Соответственно, ни одна компания не обращается к налоговой службе за возмещение какого-то ущерба, потому что его нельзя посчитать, если указано на сайте. Я хотел бы коротко сказать по самому закону. Это очень правильная идея, и на мой взгляд, нужно ввести это понятие, и главное, как это будет исполняться. Но при этом, правильно сказал Александр, нужно доносить везде информацию о том, что такая-то деятельность является рисковой до граждан. Потому что мы ставим на одну площадку и пенсионеров, которые вообще не знают, и людей, которые знают, что такое ФСФР. Потому что ни один пенсионер, я уверен, не знает, что это такое, и очень многие даже не знают, что есть интернет и сайты вообще, каких-то организаций. Вы знаете, все-таки, как бы заканчивая программ, к сожалению, у нас времени совсем мало осталось, я хотел бы сказать, что, конечно, сам принимает свои решения, куда и вкладывает свои деньги, но очень хотелось бы, чтобы государство регулировало эту область и заранее перекрывало дорогу тем, кто однозначно придет к тому, что у нас появятся очередные потерпевшие деятельности каких-то компаний. Формула права была в эфире. Слушайте нас в 11 часов в прямом эфире каждый четверг. Спасибо.